Здравствуйте, уважаемые участники дорожного движения. В эфире программа «Город дорог». Сегодня в выпуске. Рискнула ребенком нетрезвая женщина-водитель, получила административное наказание. Нелегалы на дорогах. В области стартовало мероприятие легковое такси. ДТП и тяжелые травмы. Сотрудники ГАИ усилили контроль за пользователями электросамокатов. В Брянске с 12 по 14 июля прошло оперативно-профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель». В ГИБДД подвели итоги. В ходе рейдов сотрудники дорожно-патрульной службы пресекли 8 фактов управления транспортными средствами, водителями с признаками опьянения. 6 автомобилистов отказались от прохождения медицинского освидетельствования. Что вы думаете, когда я вас останавливаю? Когда вы торопились куда-то, превысили? Когда у вас ребенок в машине, а автокресло в багажнике? Или когда он не пристегнут, все равно уже вырос? Хочу оштрафовать или ищу повод? Я здесь не для этого. У нас с вами есть общее дело – сохранить жизнь нашим детям. И без вас не получится. В первый день проведения мероприятия, 12 июля, сотрудники отдела госавтоинспекции ОМВД России по городу Брянску патрулировали территорию Фокинского района, приближенную к водоемам. В районе дома номер 1 по улице Запорожской был замечен автомобиль Киа, который при повороте съехал в кювет. За рулем транспортного средства находилась 38-летняя местная жительница. В салоне автомобиля на заднем сидении в детском удерживающем устройстве находился 5-летний ребенок, пристегнутый ремнями безопасности. В ходе разбирательства стало очевидным состояние опьянения женщины-водителя. Неустойчивая походка, покраснение глаз и лица, стойкий запах алкоголя, невнятная речь. По результатам проведенного освидетельствования установлено состояние опьянения. А именно вы надули у нас 1,228 миллиграмм на литр. Допустимый у нас 0,16 миллиграмм на литр. Согласны с этим? Еще раз. Говорите, согласны или нет? Согласны. Это ей не помешало повезти ребенка на озеро. В процессе управления транспортным средством она отвлеклась на телефонный звонок подруги и допустила съезд в кювет, при котором никто не пострадал. Автомобиль также не получил каких-либо механических повреждений. Отвлеклись на телефон и поэтому кювет позвонили и звонили. Водитель была отстранена от управления автомобилем. В отношении нее составлен административный материал. Госавтоинспекция Брянска напоминает о недопустимости управления транспортным средством в состоянии опьянения и возможных негативных последствиях не только для водителя, но и его пассажиров, а также других участников дорожного движения. Продолжение следует... Еще одно оперативно-профилактическое мероприятие «Легковое такси» стартовало в Брянской области 22 июля. Основными целями данного мероприятия является стабилизация аварийности с участием легковых такси, предупреждение и пресечение нарушений правил дорожного движения, соблюдение обязательных требований в области безопасности дорожного движения, перевозки пассажиров и провожая легковое такси, стабилизация генногенной обстановки в целом, в числе исходя из легальности их деятельности, профилактика осуществления ремней легальных пассажирских перевозок легкового такси. Только за первые три дня через сито проверок прошли более 700 машин. Сотрудники ГАИ выявили и задокументировали 24 факта осуществления перевозок пассажиров легковыми такси без специального разрешения. Водители нелегально возили брянцев, получая заработок и вряд ли уплачивая с него налоги. Есть обязательное требование к перевозке легкового такси. Так, в салоне легкового автомобиля должна быть размещена следующая информация. Это государственный регистрационный номер данного транспортного следствия, наименование перевозчика, номер записи в региональном реестре перевозчика, сведения о разрешении на перевозку и срок его действия, телефон для возможности оставить жалобы и предложения, фамилия и имя отчества водителя, который перевозит пассажиров, телефон уполномоченного органа рассматривать, контролировать данную деятельность. Водитель легкового такси должен соответствовать следующим требованиям. Он в обязательном порядке должен иметь водительское удостоверение категории «Б», иметь стаж не менее трех лет, не иметь медицинские противопоказания к управлению, заключить трудовой договор с перевозчиком или быть импигуальным предпринимателем с разрешением на осуществление перевозок. Кроме того, сама по себе поездка в таком такси может быть небезопасна для клиента. Сотрудники ГАИ пресекли 113 различных административных нарушений водителями. В 18 случаях оказались нарушены требования предрейсового медицинского осмотра и контроля технического состояния. Информация об этих фактах направлена в Департамент промышленности, транспорта и связи Брянской области. Серьезная авария произошла 20 июля на федеральной трассе в Брянском селе Олешне. Семья на легковушке попала под большегруз. О последствиях страшной аварии в следующем сюжете. Смета Волга в кювете и разбитый большегруз. Эти страшные кадры – напоминание того, какие могут быть последствия аварии автомобилей из разных весовых категорий. Утром в субботу семья поехала на святой источник за водой, но вернуться домой не успели. Набрали воду, подъехали к перекрестку и поехали. Все нормально было. Дальше я не помню, как это произошло. Я вижу, что меня взад ударили и, получается, выкинуло меня. То есть ДТП произошло с этим грузовым автомобилем? С правой стороны, с моей стороны, выкинуло от удара в совсем другую сторону. Я это вижу. Теперь я отошел. Маневры вы никакие провоцирующие не совершали? Двигались в прямом направлении, правильно? Прямо, потихонечку ехал. У меня нет оборотов, у меня не та машина, чтобы гнать. Самый большой, если ехал, может быть, 70, не больше. В результате ДТП погибла пассажирка. Водитель «Волги» и 13-летняя девочка были госпитализированы. Увидев машину, «Волгу» выехал на расстоянии, на километр 500 метров, далеко, сразу прижался к обочине, к правой, к своей. Ехал по обочине, немного вилял. Я догонял его, как и скидывал скорость. И приближался. И когда приближался метров 20-30, включил левый поворотник, чтобы обойти его по своей полосе, и не уходя навстречу. И он резко начал поворачивать налево, без включения поворотника. Я ушел на встречную полосу, избежать столкновения. И произошло столкновение. Я ехал за фурой, ехали 80 км в час. Приближаясь к фуре, водитель фуры включил левый поворотник и дал резко по тормозам. Вследствие чего я тоже резко дал по тормозам, начал уходить направо, а водитель фуры начал уходить налево, то есть на встречную полосу. После чего водитель фуры оказался на встречной полосе, остановился, мы проезжаем, получается, проехали фуру, смотрим налево, и с левой стороны дороги машина «Волга» в Кювете. Обстоятельства, при которых произошло ДТП, продолжают устанавливать. Сотрудники госавтоинспекции Брянска усилили контроль за пользователями электросамокатов. Ежедневные рейды работников ГАИ направлены на предупреждение происшествий со средствами индивидуальной мобильности. Число таких ДТП, в том числе смертельных, в ряде регионов России продолжает расти. Основная причина нарушения элементарных правил дорожного движения. Проезжают на красный сигнал светофора, не спешиваются на переходах, ездят вдвоем. В нашем городе в этом году был госпитализирован мужчина, получивший тяжелые травмы в результате падения самоката. Но еще большей опасности подвержены пешеходы. Как показывает практика, пользователи электросамокатов не изучали ПДД для средств индивидуальной мобильности, которые вступили в силу в марте 2023 года. За один только день, 24 июля, в Брянске к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения привлекли 20 пользователей СИМ. Госавтоинспекция в очередной раз обращается к любителям этого вида транспорта с требованием соблюдения норм поведения на дороге. Ведь от этого зависит как личная безопасность, так и окружающих. И на сегодня это все. Желаю вам безопасного пути. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова